Эти кадры почти год гуляют по просторам Рунета. Смоленск, август 2016-го. Сотрудники ГИБДД Андрей Федоренков, Алексей Полтавин и Игорь Садотенков останавливают представительную иномарку. Стекла автомобиля, по мнению инспекторов, затонированы с нарушением правил. Владельцы 26-летнего Александра Семенникова просят предъявить водительское удостоверение. По началу общение проходит спокойно, но не пройдет и минуты, как молодого человека в прямом смысле слова уложат лицом в асфальт. Водителей иномарки доставят в полицейское отделение. Там выяснится, задержанные являются сотрудником прокуратуры, а следователи пользуются определенным иммунитетом. Порядок задержания работников ведомства строго регламентирован. В отношении Федоренкова, Полтавина и Садотенкова возбудят уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Сразу оговоримся, статья серьезная. Предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы. Они унизили мою честь и достоинство от сотрудника прокуратуры. Они видят себя неподобающе. Они заслуживают быть сотрудником на ГИБДД. Инспекторы своей вины не признали. Если бы задержанный сразу сообщил, что работает в прокуратуре, его бы и пальцем не тронули, заявят они. Судить тех троих будут в Твери. Этого добивалась сторона защиты, дабы избежать конфликта интересов. Дело в том, что мать Александра Семенникова ни много ни мало судья Смоленского областного суда. Дед судья в отставке. Остальная родня также не из паралитарского сословия. У адвокатов были сильные сомнения в том, что материалы дела будут рассматриваться непредвзято. Мы не с малыми усилиями перенесли с нашей области сюда суд. Думали, что все будет... Ну, примут хотя бы решение, может, в нашу сторону. Что нашу сторону вообще там не слушают в Смоленске. У нас только все в одном направлении. Гособвинитель требовал для инспекторов ГИБДД по 4 года колонии. Московский районный суд приговорился до Тенкова, Полтавина и Федоренкова к условным срокам. И наложил временный запрет на работу в госорганах. Потерпевший Александр Семенников назвал решение суда справедливым, хоть и добивался большего. Я полагаю, что сотрудники принесли обоснованное наказание за подчиненное мне физическое убое и страдание. Мой моральный вред. Инспекторы, напротив, с вердиктом не согласились. Была подана апелляция. В итоге областной суд решение отменил и вернул дело на повторное рассмотрение. Новый процесс стартовал в феврале. А уже в пятницу, 27 апреля, инспекторы ГИБДД выступили с последним словом. Виновным себя по-прежнему никто из них не признал. В тот же день суд должен был вынести окончательное решение. Обсуждая возможный приговор, большинство журналистов сходились во мнении, что инспекторов ГИБДД и Смоленска вновь ждут условные сроки. Этого, вероятно, ожидала и сторона защиты, которая демонстрировала боевой настрой и заявляла, что намерена добиваться полного оправдания для своих подопечных. Однако реальность оказалась гораздо более суровой. Внимаю внимание, что совершенные садовцы Конфедорникова и Полтавина преступления относятся к категории тяжких. Когда издлошные милиции, намышленные совершили действия, явно выходящие за пределы их полного очи, что повлекло существенное нарушение права и законных интересов граждан государства. Применение насилия специальных средствами мы не признали, в саде или не раскаялись. Суд считает необходимым лишить их права занимать должность. В государстве службы, связанной с учреждением пунктов представителей власти, а также в соответствии с статьей 48 КРС, в черном наличии от тягчающего наказания обстоятельства, Реальные сроки вместо условных. Такого поворота событий, по всей видимости, не ожидали ни подсудимые, ни их адвокаты. Все выглядели откровенно растерянными. Судья, между тем, продолжал зачитывать приговор. Полтавина, Садатенкова и Федоренкова обязали компенсировать судебные сдержки и выплатить потерпевшему 100 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба. Семейников, к слову, просил 900. Наконец, прозвучала финальная, самая главная часть вердикта. Назначить наказание. Полтавину Алексею Сергеевичу в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с лишением права занимать должность. В государстве службы, связанной с учреждением пунктов представителей власти, сроком на 2 года 6 месяцев с лишением, соответствующей статье 48 КРС, специального звания влачей лицензовой полиции. Садатенкова Илья Николаевича. В виде лишения свободы сроком на 4 года, с лишением права занимать должность на государственной службе, связанной с учреждением пунктов представителей власти, сроком на 3 года, с лишением, соответствующей статье 48 КРС, специального звания лейтенант полиции. Федеринкова Андрея Николаевича. В виде лишения свободы сроком на 4 года, с лишением права занимать должность на государственной службе, связанной с учреждением пунктов представителей власти, сроком на 3 года, с лишением, соответствующей статье 48 КРС, специального звания лейтенанта полиции. В зал заседания вошли сотрудники полиции, которые почему-то сразу потребовали, чтобы журналисты покинули помещение. В оценках приговора подсудимые были немногословны. Не могу никак прокомментировать совести, по-моему, нет людей вообще. Что касается потерпевшего Александра Семенникова, он на этот раз и вовсе не стал общаться с журналистами, стремительно покинул зал заседаний. Представитель защиты, комментируя итоги процесса, не скрывал разочарования. Приговор основан исключительно и только на показаниях семейного подряда. Все остальные доказательства судом просто извращены в обратную сторону. Приговор московского районного суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в 10-дневный срок. Представители защиты уже заявили, что с вердиктом не согласны, намерены направить апелляционную жалобу. До ее рассмотрения Игорь Садотенков, Андрей Федоренков и Алексей Полтавин будут находиться в следственном изоляторе. Кстати, на следующее утро после вынесения приговора в редакцию нашего телеканала позвонили из ОБВД по Смоленской области и настоятельно просили сообщить зрителям, что осужденные инспекторы ГИБДД будут уволены из органов, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Денис Ренов, Антон Шишкин, ТВ Тверь.